Добрый день, уважаемые жители, уважаемые янаульцы! Сегодня мы проводим брифинг, посвященный изменениям размеров и периодов выплат пособий по безработице и дополнительным выплатам семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет. Брифинг веду я, заместитель главы администрации по социальным вопросам Миндзярова Голгар Исаевна. На брифинге принимают участие директор филиала Северо-Западного межрайонного центра занятости населения Шарафудинов Фарид Менигаревич, начальник управления пенсионного фонда в Яноловском районе Вильнанова Бульнара Ильгизовна. Фарид Менигаревич, расскажите нам, пожалуйста, о новых мерах для безработных граждан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Постановление правительства Российской Федерации от 10 июня под номером 844 приняты новые меры по поддержке безработных граждан. Рассмотрим новые правила расчета пособий по безработице. Итак, что касается минимального пособия. На 3 месяца, мае, июнь, июль, оно увеличивается в 3 раза. Было 1725 рублей, стало 5175 рублей. Тем, кто уже получает минимальное пособие, перерасчет будет сделан автоматически. Дополнительно обращаться в центр занятости не требуется. Отмечу, что пособие в минимальном размере получают и граждане, которые впервые ищут работу, не работали больше года, были уволены за нарушение, работают без оформления. В течение июня, июля и августа все безработные граждане, имеющие детей, могут получать пособие в увеличенном размере. На каждого несовершеннолетнего ребенка назначается дополнительно по 3000 рублей. Если безработными зарегистрированы оба родителя, то доплата назначается только одному из них. Было много вопросов по индивидуальным предпринимателям. Итак, индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в установленном законодательством Российской Федерации после 1 марта 2020 года и признанном установленном порядке безработными со дня вступления в силу постановления правительства Российской Федерации под номером 844, то есть 13 июня 2020 года, пособие по безработице устанавливается в размере 13 949 рублей 50 копеек на срок, не превышающий трех месяцев, но не позднее от 1 октября. Отмечу, что размер пособия зависит от даты вращения в СНС. Также для тех официально зарегистрированных безработных, кто не нашел работу, предусмотрено продление срока выплаты пособия на 3 месяца, но не позднее, чем до 1 октября 2020 года. При продлении гражданин получает те же выплаты, что и в основной период получения пособия, вновь не меньше установленного на момент переназначения минимального пособия и не больше установленного максимального. Для продления обращаться в СНС не требуется. Специалисты СНС назначат продление самостоятельно. Все выплаты дойдут до безработных граждан. Напоминаем, что зарегистрироваться в СНС все легкоископодходящие работы и получать пособия по безработице могут граждане, которые имеют постоянную прописку. Также на момент обращения в СНС они не должны быть заняты. В том числе они должны быть зарегистрированы в качестве ИП и иметь статус налогоплательщика налога на профессиональный доход самозамятого. Обращаем внимание на то, что гражданин должен предоставлять личные лицевые счета для пересления пособия. Согласно временных правил, утвержденных правительством Российской Федерации, перерегистрация проводится один раз в месяц, соответственно, пособие по безработице перечисляется один раз в месяц. В завершении своего выступления напоминаю, что прием осуществляется дистанционно через портал работы в России, интерактивный портал службы занятости населения Республики Вашистан и МФЦ. По всем вопросам обращаться по телефону горячей линии 5-29-09. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий Негоревич. Еще раз назовите, пожалуйста, телефон, по которому наши жители могут обратиться по интересующимся вопросам. 5-29-09. Спасибо. Гульнара Ильгизовна, скажите, пожалуйста, какие новые меры поддержки семьям ожидается в июле? Какие семьи могут получить данные меры? Добрый день, уважаемые телезрители! Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и к единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 лет до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года номер 249 о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительно июньская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена, также автоматически подавать новые заявления не нужно. Родители и усыновители и опекуны, которые пока еще не обратились за указанными выплатами, получат дополнительно 10 тысяч рублей после того, как подадут заявление о выплате на детей до 3 лет, либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше 3 месяцев, соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления. Еще раз хочу отметить, что для получения дополнительной выплаты 10 тысяч рублей за июль родителям и опекунам никуда обращаться не надо и подавать каких-либо заявлений нет необходимости. Выплата предоставляется автоматически. Если какие-либо вопросы у вас возникают, необходимо позвонить по телефону 524-01 или 544-99. На все вопросы будут даны исчерпывающие ответы. Спасибо коллеги за ваше разъяснение. Уважаемые на улице, я думаю, что это наша не последняя встреча. Мы будем регулярно выходить по различным темам. Будем по наболевшим вопросам вам разъяснение давать. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова